Прежде чем я начну свое короткое вступление, я хочу предложить следующий вариант нашего взаимодействия. Чтобы, если у нас будут вопросы, их можно писать в чат. Правильно, да? Хорошо. Но самое главное, что давайте мы все вопросы, которые у нас... Что вы говорите? Поближе? Да. Так он фонит уже здесь. Ну, хорошо. И не будем отрываться на вопросы в процессе всех презентаций, потому что очень сложно соблюсти время. И если у нас это время будет оставаться, мы позволим себе какие-то дискуссии. Согласны ли со мной наши сопредседатели? Абсолютно поддерживаю. Хорошо. Ну, тогда, значит, у меня короткое вступление. Только он не переключает слайд. Вчера на открытии директора онкологического центра Академии Кстеридии в очередной раз подчеркнул, что эта конференция посвящается памяти Николая Николаевича Трапезникова в связи с тем, что в этом году была дата 95 лет со дня его рождения. И Николай Николаевич Трапезников мой прямой учитель, поэтому мне хотелось бы несколько слов сказать о нем и о его деятельности. Значит, Николай Николаевич был соратником Блохина Николая Николаевича. Имел очень большой вес в Академии медицинских наук Советского Союза, в последующем Академии российской наук. Он был хирургом, хирургом, который занимался проблемой онкоортопедии и во многом считается основоположником онкоортопедии в нашей стране. В то же время он занимался и очень активно занимался международной деятельностью. Вот на этой фотографии, эта фотография примерно 1973 года, потому что именно в этот год было подписано соглашение об сотрудничестве между СССР и США в области онкологии. Здесь вот рядом с Трапезниковым слева это Девита, известный химиотерапевт, под редакцией которого продолжают выходить вот такие толстенные книжки. Не очень уверен, но почти уверен, что слева стоит Розенберг, потому что Розенберг и мне говорил, что он был примерно в эти годы. И у нас был телемост, когда Трапезников его увидел, говорит, о, как он изменился, это было уже в 80-е годы. Но это еще предстоит, так сказать, довыяснить. Тем не менее, вот этот факт, и он еще, кстати, имеет и продолжение, что буквально, может быть, через год было подписано еще одно соглашение с американцами в области взаимодействия по проблематике иммуноонкологии. Это было очень перспективно, и, как вы понимаете, в те времена это была просто новая страница с чистого листа. Но, Николай Николаевич, переключите мне, пожалуйста, слайд. Николай Николаевич должен быть еще и упомянут как человек, который, как я считаю, был организатором онкодраматологии в нашей стране. Он вместе со своим соратником из Италии, известным онкологом Умберто Веронези, они организовали так называемый рефересный центр по меланомии при Всемирной организации здравоохранения. Значит, этот центр просуществовал... Не будет слайда? Я вот нажимаю. Этот центр был несколько раз переформатирован. Но суть заключается в том, что в рамках деятельности этого центра проводились первые международные исследования в области хирургии и одевантной терапии меланомы кожи. И, наверное, неважно, что слайда мы сейчас не видим, наверное, очень важно сказать о том, что в 1976 году была опубликована монография. Вот хотел бы ее показать. Поставьте последний слайд. Можете это сделать? Но не там, где я говорю спасибо, да? А вот последний слайд с изображением книжки. Да я пробую. Что? Наши техники нам не слишком помогают. Ну, что я могу сделать? Поднять и перенести где-то в пространстве слайды? Это не в моих силах. Ну, смотрите. Значит, в этой книге впервые был поставлен вопрос о том, откуда берется меланома. Потому что в те годы было представление, что меланома возникает совершенно из любого образования под названием невос. А поскольку невос – это такое собирательное понятие, то совершенно было запутано. И отсюда исходили, что нужно все удалять, чтобы не было меланомы. Но сегодня мы так не думаем. И вот в той монографии, которую я хотел продемонстрировать, как раз и было сказано, что давайте разбираться с этим вопросом. Давайте определим группу меланомоопасных и неопасных невосов. И это было сделано. Конечно, наше представление об этом меняется. И на сегодняшний день мы знаем об этом гораздо больше и уже давно не подозреваем любое образование на коже, как предшественник меланомы. И вот в этом была очень большая заслуга Трапезникова. И я считаю, что он на самом деле является основоположником онкодраматологии в нашей стране. На этом я заканчиваю, потому что нам нужно переходить к живым другим докладам. Галина Юрьевна, прошу вас. Спасибо большое, Лев Вадимович. Спасибо. Спасибо.